Организация коммерческой деятельности Лекция номер 10 Эффективность коммерческой деятельности В ходе занятия мы рассмотрим следующие вопросы. Первый это затраты или издержки в коммерческой деятельности. Понятие затрат, расходов и издержек обращения коммерческих предприятий, классификация издержек обращения, показатели затрат, расходов и издержек обращения, используемые при экономических расчетах в торговых предприятиях, результаты коммерческой деятельности, доходы в коммерческой деятельности, валовый доход и прибыль, критерий эффективности коммерческой деятельности. И в конце мы будем решать задачи. Итак, понятие затрат, расходов и издержек обращения коммерческих предприятий. Любое предприятие в своей деятельности несет затраты. По своей сути эти затраты подразделяются на два основных вида. Текущие и единовременные. В чем разница между текущими и единовременными затратами? Текущие затраты связаны с закупкой товаров, их транспортировкой, хранением, реализацией, обслуживанием материально-технической базы и содержанием персонала. То есть затраты, которые постоянно повторяются, являются одинаковыми по своей сути из месяца в месяц в различные периоды. А единовременные затраты – это инвестиции, связанные со строительством, реконструкцией или приобретением объектов, машин, механизмов и оборудования, различных нематериальных активов. То есть они бывают, возникают тогда, когда появляется необходимость в них. Допустим, инвестиции в строительство. После того, как какое-то сооружение будет построено, эти инвестиции прекращаются. Или инвестиции в реконструкцию какого-то объекта. В этом их основная разница. Текущие затраты по коммерческой деятельности принято называть издержками обращения. Они представлены везде, где осуществляется коммерческая деятельность. То есть в промышленности, когда речь идет о затратах по снабжению и сбыту, в оптовой и розничной торговле. И так далее. Классификация издержек обращения. В зависимости от того, какой характер несут эти издержки, где они формируются, в связи с чем, издержки делятся на две категории. Это переменные и постоянные. Таким образом, в центре современной классификации издержек взаимосвязь между объемом деятельности, объемом продаж, объемом товарооборота, объемом производства и издержками. В зависимости от объема деятельности затраты и подразделяются на постоянные и переменные. Переменные издержки или затраты зависят от изменения объема деятельности, причем в различной степени. Переменные издержки отдельных видов изменяются пропорционально росту или снижению объема деятельности, такие как потери товаров от естественной обыли, транспортные расходы и так далее. В настоящее время теория и практика классификации затрат по коммерческой деятельности производственных предприятий является слабо разработанной. В России в определенной степени это обусловлено длительным игнорированием, а затем и недооценкой роли товароденежных отношений в социалистическом общественном производстве, а также особенностями организации учета затрат по коммерческой деятельности на производственных предприятиях. Постоянные издержки остаются в целом неизменном виде, несмотря на изменение объемов деятельности. К ним относятся административно-управленческие расходы, арендная плата, некоторые виды налогов, амортизационные отчисления. Рассматривая постоянные издержки, необходимо иметь в виду, что они являются таковыми только в коротком периоде деятельности предприятия. В длительном периоде они также подвержены изменениям. Например, расходы по хранению материалов и готовой продукции. Они могут изменяться в различные периоды времени скачкообразно. До определенного объема продаж достаточно иметь или арендовать один склад. При дальнейшем росте объема продаж необходимо уже два склада. При этом возрастает арендная плата и амортизационные отчисления. В коммерческой деятельности производственного предприятия выделяют два вида затрат. Затраты по производственному снабжению и затраты по сбытовой деятельности. Если мы говорим о коммерческих предприятиях, то для них наиболее важным, конечно, являются затраты по сбытовой деятельности. Потому что с производством они не занимаются. Их задача приобрести то, что произвели другие предприятия и сбыть конечному потребителю ту или иную продукцию. Поэтому второй вид затрат будет здесь более актуальным. Показатели затрат расходов и издержек обращения используемые при экономических расчетах в торговых предприятиях. Здесь до сих пор действует типовое положение о составе затрат по производству и реализации продукции, которые были разработаны Комитетом по торговле Российской Федерации в 1995 году. В них вносятся изменения, но по-прежнему это нормативный правовой акт 1995 года. Давайте посмотрим методические рекомендации, которые определяют единую номенклатуру статей, включающую 14 статей издержек обращения и производства для предприятий оптовой, розничной торговли и общественного питания. Вот эти 14 статей, о которых идет речь. Вы видите, что сюда входят под номером 1 транспортные расходы, 2 расходы на оплату труда, 3 социальные, отчисления на социальные нужды, 4 расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря, да, и так далее, включая расходы на тару, пункт 13 и 14, прочие расходы. К транспортным расходам относятся расходы по оплате транспортных услуг сторонних организаций для перевозки товаров. Здесь расходы в основном связанные с платой за перевозки, за подачу вагонов, взвешивание грузов и так далее. Также услуги организации по погрузочно-разгрузочным операциям, плата за экспедиционные операции и другие расходы. Итак, это пункт 1. Транспортные расходы. К расходам на оплату труда относят выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, стоимость товаров, выдаваемых в порядке натуральной оплаты, выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, оплата отпусков и так далее. Итак, это пункт 2. Расходы на оплату труда. К отчислениям на социальные нужды относятся отчисления органам государственного социального страхования, пенсионного фонда, государственного фонда занятости и медицинского страхования. Расходы на аренду и содержание зданий. Если мы с вами вернемся, это пункт 4. Значит, сюда включаются оплата текущей аренды, отдельных объектов основных средств, плата за коммунальные услуги, расходы по уборке помещений и территории предприятия, плата за электроэнергию, плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану и так далее. Следующий вид затрат – это амортизация основных средств. Она включает в себя суммы амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных средств, как собственных, так и арендованных. К расходам на ремонт основных средств относятся расходы на проведение всех видов ремонтов. А такие ремонты могут быть текущими, средними, капитальными. В том числе это ремонт арендованных основных средств, выполняемых как хозяйственным, так и подрядным способом. Торговые предприятия могут сокращать или расширять перечень статей издержек обращения в пределах затрат, предусмотренных типовым положением по составу затрат по производству и реализации продукции, работы услуг, включаемых в себестоимость. Второй вопрос – результаты коммерческой деятельности. для того, чтобы понимать, коммерческое предприятие работает эффективно или неэффективно, есть ли какой-то экономический результат, необходимо владеть методикой расчета основных экономических показателей. Сегодня этому будет посвящено у нас практическое занятие. И вы сами увидите, насколько важно знать основные формулы, основные показатели для того, чтобы правильно анализировать экономический результат деятельности. Что же такое экономический результат? Это абсолютное значение, не обязательно в стоимостном выражении, какого-либо показателя, характеризующего степень предпринимательской активности в той или иной сфере деятельности. Если мы возьмем с вами торговую организацию, то такими показателями могут быть товарооборот, количество покупателей, посетивших магазин или какую-то торговую точку за определенный период времени, прирост торговой площади, объем закупленной партии товаров и так далее. Под экономическим эффектом понимают разницу между результатами экономической деятельности и затратами, произведенными для их получения. То есть это результат экономической деятельности минус затраты. В торговле экономический эффект может выражаться через такие показатели, как валовый доход и прибыль. Для оценки экономической эффективности используют оба вида показателей и результат, и эффект. Кроме того, существует еще ряд подчиненных функций, которые приводят к реализации главной функции. Все подчиненные функции коммерческой деятельности выстроены в определенную иерархию, то есть по значимости самые главные стоят выше, а менее важные уходят вниз. Относительно главной функции, а главная функция для коммерческой деятельности это получение прибыли. Например, функции, которые непосредственно обслуживают главную функцию, а главная функция, напоминаем, получение прибыли. Это такие функции, от реализации которых непосредственно зависит получение прибыли. Значит, те функции, которые обслуживают главную, называются подчиненными функциями первого порядка. Какие же функции относятся к первому порядку? Исследование и анализ рынка. Это может относиться к рынку товаров, к рынку услуг. Определение потребностей в товарах и услугах. Нахождение продавца или покупателя товаров и услуг. Проведение с ними переговоров по предстоящей сделке. Заключение с покупателями сделки или договора, в котором оговорены все условия. Товар, услуга, его количество, качество, цена, срок поставки и так далее. Исполнение договора, организация оптовой закупки товаров, оптовой или розничной продажи, проведение расчетов за поставленный товар и организация продажи услуг. Вы видите, что все эти функции очень близко находятся к функции получения прибыли. То есть от них напрямую зависит, будет ли прибыль и каков будет ее размер. Те функции коммерческой деятельности, которые направлены на создание необходимых условий, для реализации подчиненных функций первого порядка, относятся к подчиненным функциям второго порядка. То есть они очень важны для того, чтобы те функции, о которых мы только что говорили, были выполнены, были реализованы. Результат реализации каждой функции это абсолютное значение, как мы говорили, не обязательно в стоимосном выражении. Оно выражается в определенном конечном показателе. Так, например, результатом реализации функции установления хозяйственных связей с продавцом или покупателем может быть количество продавцов или покупателей в оптовой торговле. то есть если этих продавцов не так много и покупателей соответственно, значит и прибыль, которая будет возможна, вероятная прибыль тоже будет отличаться. Она будет связана с количеством продавцов или покупателей. Соответственно, она может быть связана с объемом продаж. Результат реализации функции продажи товаров выражен в таком показателе, как товарооборот. Следовательно, на показатель товарооборота будет зависеть, будет, точнее, влиять количество продавцов или покупателей, которые будут являться уже, наличие их будет являться функциями второго порядка. кроме этого, такими показателями могут быть, например, количество покупателей, посетивших магазин за определенный период времени или прирост торговой площади или объем закупленной партии товаров. Вы видите, что это все промежуточные показатели, но они напрямую воздействуют на конечный экономический результат деятельности. Таким образом, результат или эффект реализации главной функции определяется как разность между результатами экономической деятельности и затратами, произведенными для их получения. В торговле данный результат может выражаться через такие показатели, как валовый доход и прибыль. Например, поступление денежных средств. Денежные средства, которые получаются в виде займа, кредита, залога, авансов в счет оплаты продукции и некоторые другие приводят к пополнению средств на расчетном счете. То есть, они увеличиваются за счет заемных средств. Однако, они не являются доходами предприятия, так как принадлежат не самому предприятию, а третьим лицам, которые данные средства инвестировали. Поэтому, они не способствуют увеличению собственных источников финансовых ресурсов, а являются заемными. В то же время, увеличение источников средств у предприятия также не всегда относится к его доходам. Например, дополнительное вложение в уставный фонд увеличивает размер собственных ресурсов предприятия, но его доходом не являются. За счет чего же формируются денежные доходы предприятий? Источниками пополнения и формирования денежных доходов предприятий являются выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг, операционные доходы и вне реализационные доходы. Перечисленные виды денежных доходов различаются по порядку формирования, способу учета, методике налогообложения, поэтому их разграничение должно быть четким и определенным. Соотношение между перечисленными видами денежных доходов предприятий может быть разным в разные периоды деятельности, но главным из них обычно остается выручка от реализации продукции, работ и услуг. Итак, выручка включает в себя денежные средства либо иное имущество в денежном выражении, полученные или подлежащие получению в результате реализации товаров, готовой продукции, работ, услуг по ценам, тарифам в соответствии с договором. Следовательно, выручкой считаются и суммы дебиторской задолженности. образовавшиеся при продаже продукции и товаров, выполнение работ и оказание услуг на условиях коммерческого займа, предоставляемого в виде отсрочки оплаты. товары. То есть товары уже поступили, к примеру, к покупателю, но денежные средства, как расчет за эти товары, еще к продавцу не вернулись, не пришли. Следовательно, это образовавшаяся дебиторская задолженность. каждое предприятие вправе выбирать свой метод определения и учета выручки от реализации продукции из двух возможных вариантов. Первый метод заключается в том, что реализация считается совершенной, когда деньги зачислены на счет предприятия или поступили наличными в кассу. Такой метод называется кассовым методом. Второй метод состоит в определении выручки от реализации по факту отгрузки продукции покупателю и предъявлении ему расчетных документов. Это метод начисления. Выбор метода учета выручки от реализации влияет на исчисление и уплату косвенных налогов. Например, при кассовом методе учета выручки налог на добавленную стоимость начисляется по факту ее поступления, но не позднее 60 дней после отгрузки. При учете выручки по отгрузке товара задержки, которые могут возникнуть в перечислении косвенных налогов в государственный бюджет не происходит. Операционные доходы предприятия получают от отдельных операций, не относящихся к видам его деятельности. Как правило, поступление операционных доходов, в отличие от выручки от реализации не носят регулярного характера. Такими доходами, непосредственно не связанные с производственной деятельностью предприятия, могут быть доходы, которые не связаны с конкретной деятельностью, допустим, как дополнительный вид существуют. Как правило, это доходы, которым не соответствуют или для которых отсутствуют соответствующие расходы. Валовый доход и прибыль. Итак, валовая выручка. это показатель, который является суммой денег, которые получает компания в результате ведения бизнеса. Расходы при этом не учитываются. Например, компания, занимающаяся розничной торговлей, получает выручку в результате продажи товаров. Но нужно иметь в виду, что при этом валовая выручка не учитывает расходы на приобретение товаров от поставщиков. Расходы на оплату труда сотрудникам, накладные расходы, связанные с ведением бизнеса и потерянную часть выручки вследствие возврата товаров или воровства. То есть выручка в данном случае не учитывает ряд расходов, которые неизбежно возникнут у данного торгового предприятия. Валовая выручка относится только к сумме дохода, полученного только от продаж товаров или услуг, либо от других источников дохода, таких как роялти, инвестиций, без учета связанных с ними расчетов, расходов. Валовый доход это доход, который компания получает от своей основной деятельности, обычно от продажи товаров или услуг потребителям. Во многих странах термин валовый доход является синонимом термина оборот. Некоторые компании могут получать валовый доход от процентов, дивидендов или роялти, которые им платят другие компании. Что же учитывается в составе валовой прибыли? А учитываются здесь все виды прибыли. То есть прибыль от всех видов деятельности включается в валовую прибыль. Здесь прибыль от реализации товарной продукции, исчисленная путем вычета из общей суммы выручки от реализации этой продукции, работ или услуг. Из этой валовой прибыли вычитают налог на добавленную стоимость. Также стоимость акцизов, затрат на производство и реализацию, включаемых в себе стоимость. Прибыль от реализации товарной продукции это и есть основная часть валовой прибыли. В состав валовой прибыли включается прибыль от реализации прочей продукции и услуг не товарного характера. То есть это прибыль или убытки подсобных сельских хозяйств, автохозяйств, лесозаготовительных, других хозяйств, находящихся на балансе основного предприятия. Также в состав валовой прибыли входит прибыль от реализации основных фондов и другого имущества. В составе валовой прибыли отражаются внереализационные доходы и расходы, то есть результаты внереализационных операций. на предприятиях торговли или общественного питания валовая прибыль, валовый доход характеризует сумму торговой надбавки, приходящейся на проданные товары, то есть представляет собой разность между продажной и покупной стоимостью проданных товаров. Прибыль от продаж рассчитывается по формуле валовая прибыль минус коммерческие расходы минус управленческие расходы. Третий вопрос критерий эффективности коммерческой деятельности. Когда мы говорим о критерии, то подразумеваем определенное мерило, то есть то, с помощью чего можно осуществить оценку каких-то явлений, процессов, состояний того или иного объекта. В целом же критерий означает точку зрения, являющуюся мерилом для определения оценки предмета, явления. это признак положенный в основу классификации предметов, явлений и понятий. Говорится в Большой Советской энциклопедии. Этому определению соответствуют и критерии эффективности. Когда мы говорим о том, что критерий это признак, по которому можно судить об отличии состояния одного явления от другого, то как пример мы можем привести допустим критерий превышения скорости. Например, превышение скорости 20 км. Критерий шире показателя, который является составным элементом критерия и характеризует содержание этого показателя. Следовательно, критерий выражает наиболее общий признак, по которому происходит оценка сравнения реальных явлений, качеств и процессов. А степень проявления, качественная сформированность, определенность критериев выражается в конкретных показателях. Эффективность это относительный эффект. результативность процесса операции проекта, определяемый как отношение эффекта или результата к тем затратам, расходам, которые обусловили его получение. То есть эффективность это отношение результата к затратам. результаты и результаты эффекта и результаты результаты на достижение данного результата. Таким образом, для того, чтобы определить иметь такие показатели издержки обращения, основные фонды, оборотные фонды, капитальные вложения. Экономическая эффективность определяется соотношением полученного результата и эффекта в стоимосном выражении с различного рода затратами материальными, трудовыми, финансовыми, информационными по его достижению. А сейчас рассмотрим основные показатели экономической эффективности коммерческой деятельности. Товарооборот это сумма стоимостей всех проданных товаров, услуг за определенный период. Проще говоря, на какую сумму вы продали товаров, например, за месяц или за год. Товарооборот рассчитывают в ценах закупки или в ценах себестоимости. Мы будем опираться в расчетах на закупочные цены. Формула товарооборота t равняется сумма p, умноженная на q. То есть в зависимости от того, сколько товаров находится в ассортименте, мы должны в скобках умножить цену каждого товара на количество проданных товаров и затем их суммировать. Второй показатель – товарная структура товарооборота. Формула очень похожа на первую. Давайте вернемся к ней. p, умноженная на q и знак суммы. здесь речь идет об ассортиментном составе товарооборота. Это доля отдельных товарных групп в общем объеме реализации. Товарная структура розничного товарооборота включает продовольственные и непродовольственные товары, которые содержат ассортиментные группы и подгруппы. В формуле, как мы уже говорили, структура S равняется сумма p, умноженная на q, где p – это цена товара, а q – это количество проданных товаров. Третий показатель товарные запасы. Это все товары, находящиеся во владении фирмы и предназначенные для продажи, включая товары в пути. Формула zt запасы товарные равняются z размер запасов за данную дату, деленное на t средний дневной товарооборот за определенный период. Равняется z умноженное на d число дней в рассматриваемом периоде. Допустим, если это год, то 360, если это квартал 90, если месяц, то это 30 дней, деленное на t. t это товарооборот за рассматриваемый отрезок времени. Товарные запасы в днях оборота определяются по следующей формуле. zd товарные запасы дней, то есть в течение скольки-то дней. в числителе nz товарные запасы в сумме на конкретную дату в рублях, умноженное на d дни, месяц, квартал или год, о которых мы говорили ранее, деленное на nr товарооборот. Четвертый показатель товарооборачиваемость. этот показатель является одним из важнейших показателей эффективности деятельности предприятия. На экономике организации, в дисциплине экономика организации мы рассматривали с вами оборачиваемость оборотных средств. Для торговли это очень близкий по пониманию показатель, потому что здесь оборачиваемость товаров мы рассматриваем. Итак, оборачиваемость товара это средний товарный запас, который рассчитывается так остатки на начало периода плюс остатки на конец периода деленные на 2. Считается в штуках или денежных суммах по цене закупки. Умноженное на d деленное на t o, где d это количество дней в рассматриваем периоде. t o это товарооборачиваемость. Также для эффективности коммерческой деятельности важным является показатель и сдержек обращения в торговле. Затраты торгового предприятия по доведению товаров до потребителей исчисленные в денежном выражении. Это и называется издержками обращения. Эти затраты включают в себя затраты на транспортировку, подработку, упаковку, хранение, реализацию товаров, рекламу, а также административно-управленческие расходы торговых организаций. Отдельной формулы здесь нет. Можно сказать, что это сумма затрат связанных с доведением товаров до потребителей. Затраты торгового предприятия это все расходы понесенной организации, которые связаны с доведением товаров от производителя до потребителя и главной особенностью затрат торговой организации является то, что они являются более широким понятием, чем издержки обращения. Следующий показатель валовый доход торговли. Это показатель, характеризующий финансовый результат торговой деятельности и определяемый как превышение выручки от продажи товаров и услуг над затратами по их приобретению за определенный период времени. Формула валового дохода t умноженная на rn r так и деленная на 100 где t это общий товарооборот rn это расчетная торговая наценка в свою очередь rn расчетная торговая наценка равняется tn торговая наценка в процентах деленное на 100 плюс tn показатель прибыль от реализации товаров мы сегодня уже говорили об этом показателе давайте посмотрим что это такое это положительная разница между суммарными доходами в которые входит выручка от реализации товаров услуг полученные штрафы компенсации процентные доходы и затратами на производство или приобретение хранение транспортировку сбыт этих товаров и услуг прибыль равняется доходы минус затраты в денежном выражении посмотрим на формулу пр равняется в минус сп в данном случае доходы в этой формуле обозначены как выручка а затраты как полная себестоимость реализованной продукции то есть может быть и в таком значении выражена формула прибыли то есть выручка минус себестоимость равняется прибыль девятый показатель валовая прибыль торгового предприятия это доход компании который остается от выручки после вычета себестоимости продукции как в предыдущей формуле то есть операционная прибыль простыми словами это разность между валовой прибылью и управленческими и коммерческими расходами формула похожа P валовая равняется VR выручка минус себестоимость проданных товаров продукции работ и услуг десятый показатель чистая прибыль торгового предприятия чем же отличается валовая прибыль от чистой прибыли чистая прибыль это прибыль которая находится в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль она является источником формирования собственного капитала организации и выплаты учредительского дохода чистая прибыль может быть рассчитана следующим образом P чистое минус P дон плюс равняется P дон плюс О на О на это положительный налоговый актив минус О но это отложенное налоговое обязательство минус ТНП ТНП это текущий налог на прибыль и одиннадцатый показатель это рентабельность термин рентабельность имеет немецкие корни в переводе он означает доходный полезный прибыльный это относительный показатель экономической эффективности рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования материальных трудовых и денежных ресурсов а также природных богатств коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам ресурсам или потокам ее формирующим формула рентабельности рентабельность продаж равняется P прибыль от продаж деленная на VR выручку от реализации продукции умноженная на 100% итак мы переходим к практической части сегодняшнего занятия практикум называется расчет основных показателей эффективности коммерческой деятельности начинаем мы с расчета товарооборачиваемости напомню что товарооборачиваемость или дни запаса это время в течение которого реализуются товарные запасы в размере их средней величины за отчетный период этот показатель наиболее достоверно характеризует состояние товарных запасов между скоростью движения и размером запасов существует обратная взаимосвязь чем быстрее движутся товары тем меньше при прочих равных условиях размер запасов в днях и наоборот оборачиваемость товарных запасов в днях характеризует период в течение которого реализуется этот средний товарный запас почему средний потому что в разные дни данного периода может реализовываться больше или меньше тех или иных товаров поэтому берется средний товарный запас товарные запасы в днях определяются по следующей формуле в числителе у нас товарные запасы в сумме на конкретную дату в рублях умноженное на d это дни периода в зависимости от того какой период указан в задаче если это месяц мы умножаем на 30 если квартал мы умножаем на 90 если год мы умножаем на 360 давайте я здесь эти числа пропишу чтобы они у вас были если не указано в течение какого периода значит это год тогда это будет 360 так в знаменателе у нас t это объем товарооборота посмотрим на задачу номер один товарные запасы на начало каждого месяца составили в тысячах рублей январь 250 февраль 210 март 231 апрель 245 май 260 июнь 265 июль 272 в первом квартале розничный товарооборот равен 1 миллиону 800 тысячам рублей во втором квартале 2 миллионам 400 тысячам рублей нужно определить товарные запасы в днях оборота итак технологии решения данной задачи так как мы видим с вами что у нас 3 квартала 2 квартала и в каждом квартале у нас по 3 месяца давайте вернемся к условиям задачи январь февраль и март это у нас первый квартал апрель май июнь это у нас второй квартал значит мы будем суммировать товарные запасы первого квартала затем второго квартала есть у нас размер товарооборота в первом квартале и во втором итак итак складываем товарные запасы первого квартала получаем 291 тысячу рублей так как у нас с вами в формуле в расчетной товарные запасы квартала нужно умножить на d а d это у нас квартал 90 значит мы полученную сумму умножаем на 90 итак получаем 62 миллиона 190 тысяч рублей далее мы должны разделить на t это объем товарооборота в данном случае первого квартала итак объем товарооборота это миллион 800 тысяч рублей делим и получаем 34,55 и мы их округляем до целых дней получаем 34 дня что за показатель мы получили это размер товарооборота в днях то есть в первом квартале для реализации определенного объема товарооборота а именно в миллион 800 тысяч рублей понадобится 34 дня затем нужно снова пополнять товарные запасы аналогично мы рассматриваем рассчитываем товарные запасы второго квартала суммируем уже числа размер товарных запасов других месяцев это у нас уже апрель май и июнь получаем 770 тысяч рублей умножаем также на 90 потому что это количество дней в квартале и делим на 2 миллиона 400 тысяч рублей получаем 28 875 округляем до целых дней получаем 28 дней итак ответ товарные запасы в днях оборота равняются в первом квартале 34 дня во втором 28 дней то есть товарных запасов на каждый из кварталов будет недостаточно они израсходуются в первом квартале соответственно за 28 дней во втором квартале за 34 дня остальные дни месяцев в остальные дни будет возникать дефицит то есть недостаток товарных запасов следовательно товароведу руководству магазина необходимо учитывать что эти товарные запасы закончатся и их нужно будет своевременно пополнять задача номер 2 нужно рассчитать показатель товара оборота если даны следующие показатели количество товара а 1 1259 штук цена товара а 548 рублей количество товара B 169 штук цена товара B 1960 рублей напоминаю что формула товара оборота для решения задачи T равняется сумма в скобках P количество товара точнее цена товара умноженная на Q количество товара таким образом мы суммируем с вами количество товара A умноженное на его цену прибавляем количество товара B умноженное на его цену и получаем ответ показатель товара оборота в рублях 1 миллион 21 172 рубля следующие задачи у нас будут на нахождение прибыли как показатели экономической эффективности так сейчас минуточку посмотрим задача номер 3 определить плановую прибыль от реализации товарной продукции по рыночным ценам если на начало года остатки нереализованной продукции A равняются 1000 единиц продукции B 800 единиц план выпуска товарной продукции A 8000 единиц продукции B 6000 единиц остатки нереализованной товарной продукции на конец года планируется остатки товара A 200 единиц товара B 100 единиц полная себестоимость единицы продукции по плану себестоимость товара A 0,7 тысяч рублей продукции B 52 тысяч рублей и рыночная цена цена товара A 0,8 тысяч рублей а цена товара B 0,6 тысяч рублей то есть в задаче нам даны с вами остатки нереализованной продукции планы ее выпуска остатки нереализованной продукции на конец года полная себестоимость и рыночная цена нам нужно найти плановую прибыль от реализации товарной продукции технологии решения задачи прибыль от реализации продукции определяется как разница между стоимости реализованной продукции мы называем это выручкой или доходом от реализованной продукции и ее себестоимости формула которую вы видите на данном слайде значит что означают буквенные обозначения вы видите прибыль от реализации цена единицы себестоимость объем годовой реализации товарной продукции остаток на начало года остаток на конец года и годовой выпуск продукции сейчас по формуле которую вы видите видели на предыдущем слайде мы рассчитываем прибыль прибыль от реализации товарной продукции а составит 880 тысяч рублей от реализации товарной продукции б составит 636 тысяч рублей от всей продукции мы должны сложить прибыль от реализации продукции а и продукции б таким образом прибыль составит 1 миллион 416 тысяч рублей задача 4 определить валовую прибыль если годовой объем реализации изделия а 2000 штук изделия б 3000 штук цена единицы продукции а 0,75 тысяч рублей б 0,6 тысяч рублей ликвидационная стоимость основных производственных фондов 270 тысяч рублей остаточная стоимость ликвидируемых объектов 250 тысяч рублей себестоимость единицы продукции а 0,6 тысяч рублей продукции б 0,55 тысячи рублей. Технологии решения задачи. Для того, чтобы определить валовую прибыль, нужно к сумме прибыли от реализации продукции до уплаты налогов и выручки от реализации излишних основных производственных фондов и сверх нормативных запасов оборотов, приступить к ее расчету. То есть валовая прибыль равняется сумма в скобках цена минус себестоимость, а у нас с вами продукция А и продукция В, умноженная на Q, это плановый объем реализации продукции в штуках. Затем прибавить или убавить в зависимости от того, у нас вычитаются или прибавляются фонды. У нас с вами ликвидационная стоимость. Значит сумма CF в данном случае. Таким образом, подставив известные составляющие, мы получаем валовая прибыль. Значит сначала мы считаем по изделию А, затем по изделию Б и в конце их складываем. Получаем 450 тысяч рублей. И задача на определение рентабельности хозяйственной деятельности и пути ее роста. Необходимо определить общую рентабельность, если выручка от реализации товарной продукции 250 тысяч рублей, себестоимость реализации 200 тысяч рублей, остаточная стоимость реализуемого имущества 15 тысяч рублей, ликвидационная стоимость имущества 10 тысяч рублей, пение и штрафы, уплаченные в бюджет 5000 рублей, среднегодовая стоимость основных производственных фондов 200 тысяч рублей и оборотных средств 50 тысяч рублей. Общая рентабельность определяется как отношение валовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов, то есть к сумме среднегодовой стоимости основных производственных фондов и оборотных средств ОПФ плюс ОС. Валовая прибыль включает балансовую прибыль, пение и штрафы, полученные или уплаченные в бюджет, а также сумму выручки от реализации имущества. В формуле рентабельности мы видим, что в числителе у нас валовая прибыль в тысячах рублях, а в знаменателе у нас сумма основных производственных фондов и оборотных средств. Итак, для начала мы с вами рассматриваем 250 тысяч рублей минус 200 тысяч рублей. Это разница у нас между выручкой и себестоимостью. И во втором случае то же самое 15 тысяч рублей минус 10 тысяч рублей. Получаем 45 тысяч рублей. Далее. Складываем основные производственные фонды и оборотные средства. Получаем 250 тысяч рублей. То есть рентабельность общая равняется 45 тысяч рублей, деленная на 250 тысяч рублей, умноженная на 100%. Таким образом, рентабельность хозяйственной деятельности у нас составила 18%. Задача номер 6 – это задача на определение чистой рентабельности. Известно, что балансовая прибыль 200 тысяч рублей, доходы от пений и штрафов 30 тысяч, среднегодовая стоимость основных производственных фондов 650, оборотных средств 270 и усредненная налоговая ставка 0,2. Технология решения задачи будет следующей. Чистая прибыль, чистая рентабельность точнее, представляет отношение валовой прибыли к среднегодовой стоимости производственных фондов. А чистая прибыль есть валовая прибыль за вычетом сумм выплат в бюджет в соответствии с налоговым законодательством. Формула, которую мы будем использовать. Прибыль чисто равняется прибыль валовая, умноженная на единицу минус n. Валовая прибыль есть сумма балансовой прибыли и дохода или убытка от штрафа в пени. Итак, валовая прибыль. Для того, чтобы рассчитать ее, нужно к балансовой прибыли, которая равняется 200 000 рублей, прибавить доходы и штрафы 30 000 рублей. Таким образом, мы получаем 230 000 рублей. Это валовая прибыль. Для того, чтобы рассчитать чистую прибыль с учетом налогов, мы должны 230 000 рублей умножить на единицу минус 0,2. 0,2 это у нас усредненная налоговая ставка. Получаем 184 000 рублей. Рассчитываем чистую рентабельность. В числителе у нас прибыль чистая, в знаменателе 650 000 рублей. Это у нас стоимость производственных фондов. Плюс 270 000 рублей. Это у нас стоимость оборотных средств. Таким образом, умножив на 100%, мы получаем чистую рентабельность, равную 20%. Итак, наше с вами занятие подошло к концу. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...